Скорее всего сегодня возможности туристические Баку и Азербайджана в целом, они может быть недооценены туристическими компаниями, потому что чисто по инерции очень многие думают, что постсоветское пространство, там нет сервиса, там нет может быть каких-то других. Условия, которые необходимы для развития туризма. На самом деле это не так. Те, кто побывал в Баку, уже убедились в том, что возможности развития, они огромны, туризма в Азербайджане, а сегодняшние условия, которые существуют, они вполне отвечают всем международным стандартам. И сами отели, начиная от пятизвездочных и самых известных брендов, которые имеются в мире, кончая двух-трехзвездочными, четырехзвездочными более доступными отелями, которые пользуются наибольшим спросом, скажем, при массовом туризме. В регионах то же самое отели, представленные в буквальном смысле от двух звезд до пяти звезд, то есть на все вкусы. И развитая инфраструктура сегодня в сельской местных регионах Азербайджана, она позволяет принимать туристов и удовлетворять самые, так сказать, взыскательные вкусы. Я понимаю, что есть факторы, которые, к сожалению, пугают некоторых людей. Это фактор оккупации 20% азербайджанской территории в результате агрессии со стороны Республики Армения. Но активных боевых действий пока нет. И я думаю, что те, кто побывал в Баку, они убедились и могут подтвердить правильность моих слов, что никакой угрозы конфликт сегодня для туристов, для туристического отрасли он не представляет. Поэтому можно совершенно спокойно ездить. Ну, коль скоро я коснулся конфликта, я хотел бы дать информацию, что вот те экономические успехи Азербайджана, которые имеют место, они имеют место при тех экономических сложностях и тех экономических проблемах, которые возникли в Азербайджане в результате вот этой агрессии. Можно представить себе, что сегодня у Азербайджана 9 миллионов граждан, населения, но в начале 90-х годов это было где-то порядка 8 миллионов. И вот каждый восьмой в Азербайджане был беженцем. Это был 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. То есть цифра невероятная. Какие это проблемы, описать тоже невозможно, потому что это люди, которые лишены дома, крова, имущества, не имеют крыши над головой, не имеют работы, им надо жить, кормить себя. Представьте себе вот эту проблему, которая была перед Азербайджаном все эти годы. И вот эти экономические успехи и экономическое развитие, оно позволило решить эту проблему сегодня с точки зрения экономического обеспечения этих беженцев, создания достойных условий жизни для того, чтобы люди имели крышу над головой, рабочие места и так далее. Но не решена главная проблема, не решена проблема возвращения их на свои родные места. Но я надеюсь, что мировое сообщество все-таки вернется к тем нормам международного права, которые оно само же и выработало, и которое оно же само и должно соблюдать и требовать соблюдения от других. И в конечном итоге территориальная целостность граждан будет восстановлена, и беженцы вернутся к местам своего проживания. Это очень важно, важно с точки зрения того, чтобы в мире всем было понятно, что нельзя менять территории, общепризнанные территории государств, границы государств, в зависимости от своего желания и путем насилия. Желаю вам всем мира, добра и процветания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok